Ребята, всем привет! Меня зовут Роман Шкудер, специально для компании Markets. Мы сегодня проведем такой обзор технического анализа криптовалют. Посмотрим, что у нас отработало с прошлой недели и что может быть на этой неделе. Значит, мы сразу по битку видим, что у нас уровень очень хорошо отрабатывал, уровень 18700. Все закрытия свечей, если видите, сложные пробоемы выше данного уровня. Я специально провел еще уровень выше, в зоне 19300. Может быть, он сейчас чуть-чуть сместился и находится в зоне 19250. Но все-таки зажали инструмент возле нижней границы. И скорее всего, ребят, с такой вот зоны цена выстреливает наверх. Плюс, если мы посмотрим объемы на разных биржах, мы увидим, что у нас колоссальные просто объемы по данному инструменту в нижней границе. Как раз здесь. И обычно у нас всегда крупняк покупает внизу. Ну и продает там на росте и так далее. Значит, смотрим, что у нас сейчас цена начинает выкупаться. Кстати, S&P также прямая корреляция. Если мы посмотрим сейчас S&P, да, видите, вот что S&P. Также была попытка пробить вот этот вот уровень нижний. Там 3640. Также ложный пробоем выкупили обратно. Ну и скорее всего пойдет наверх. Цена сейчас в случае как бы чистого отскока хотя бы. такого технического. Думаю, там 3900-4000 мы можем достать в ближайшее время. Возможно, даже и будет выше. У нас тут линия тренда, видите, вот такая проходит. Поэтому сейчас у нас может быть даже отскок к этой линии. Ну, посмотрим, как будет дальше. Значит, по эфиру. По эфиру. Эфир у нас также откатился. Сейчас стоит. Вот мы проводили уровень 1255. Смотрите, прям туда били. И оттуда постоянно выкуп. То есть, в данном случае можно рассматривать лонги со стопом ниже вот этого свечи. И с целью где-то 1500-1600 долларов. Я думаю, можем легко достать, если будет сейчас у нас локальный рост всего рынка криптовалютного. Ну, в данном случае мы больше говорим о битке. Видим, что выкупают, конечно. И посмотрим, что дальше. Значит, по аде. Ада подошла к нижней границе. Если вы посмотрите, также у нас был уровень 0.42. И тут есть 0.44. Но я думаю, сейчас 0.42 отработал. Вот это хорошо очень выкупают. В целом, также можно рассматривать лонги со стопом обязательно. Потому что без стопов, ребята, здесь сейчас торговать не стоит. Потому что могут пробить уровень. Ну, желательно брать после ложных пробоев. Сейчас вот выкупают. Конечно, поджали к нижней границе. Обычно идет выстрел. Потом может быть где-то пробой. Но очень хороший тут уровень. Плюс у нас же падение было с 3 долларов на 43 цента. Ада там, если я не ошибаюсь, 5 или 6 место по капитализации. Действительно много денег зашло. Тогда было немножко раньше. Вот в диапазоне вот здесь, вот, ребят. Очень много заходили. Там по 7, по 10 копеек. И вот сейчас они, в принципе... Ну, часть, конечно, реализовали. Вторую часть, я думаю, сидят. Хороший уровень по АДИ в зоне 95 копеек. 93-95 копеек. Ну, туда пока далековато. То есть, посмотрим, как будет двигаться цена дальше. Значит, Dash, ребят. Dash у нас... Сейчас посмотрим, что у нас по Dash. А, кстати, смотрите, Dash немножко ниже сходил. Я думал, тут вот этот уровень удержат. Но не удержали. Сейчас я бы сюда не лез. То есть, маленькая волатильная, что-то такое непонятное делают. Я бы в Dash вообще не заходил, потому что слабее рынка. Я бы смотрел, что-то более сильное. Вот Solana, например. Хороший тоже инструмент. В топ-10 входит по капитализации. Значит, Solana хороший уровень 31. В целом, как бы, можно торговать от стопа. Но, правда, стоп, ребят, будет порядка... Ну, реально тут много. Тут 3 доллара 10%. Ну, и потенциала у нас достаточно тоже много. Я думаю, долларов, наверное, 15-20. У нас 15 долларов. Ну, 5 к 1. Ну, в принципе, можно. Кто хочет, может, тебе разрешает такой вот стоп, то можно попробовать взять. Ну, или пробовать сюда где-то стоп ставить за вот эту вот свечку, за эти хвосты. Ну, здесь стоп, конечно, менее надежный, чем ниже. Но, хотя, если пойдет ниже, можно будет перезайти и стоп поставить уже пониже за вот эти вот как раз лои. Там в зоне 29,5 где-то, да, у нас? Да, 29,6-29,7 можно вот ставить сюда. Неплохо Solana смотрится. У нас есть эта позиция. Сразу скажу, мы Solana брали. Брали по 34, брали по 32, усреднили. И с целью 38 сейчас находится эта позиция. Дот, вот, дот, ребят, очень классно смотрят. Дот мне очень нравится. Тоже мы покупали с ребятами, там, частями мы набирали, да. И сейчас, если там, например, пробьют там 5,9, тогда будет плохо. В целом стоит хорошо, я думаю, может сходить к 8, может быть, к 9 долларам. То есть у нас тут вот уровень есть вот 9,50. Есть вот эта зона, там, где-то приблизительно 7,9-8 долларов. Ну, вот это хороший уровень. Плюс вот здесь держит хорошо. То есть дотик тоже можно посмотреть. EOS. EOS вот смотрелся хорошо, да, выкупили. Ну, понятно, что был откат, потому что уже такая волатильность. Плюс тут есть один важный момент. Сейчас покажу. По EOS вот этот вот уровень, видите, зеркальный. Вон он. Кстати, его как раз протестировали снизу. Вон как раз по щиту. Добили его одной свечой. Дальше уже не добивали. И у нас такой сформировался опять боковой диапазон. Плюс подошли к уровню 1,13. Мы его также отмечали. Смотрите, тут держат. В целом тоже можно рассмотреть, хотя он немножко слабее. То есть я бы тут аккуратно сейчас рассматривал, потому что какая-то волатильность. Ну, не совсем понятно смотрится данный инструмент, честно. Хотя, если будет импульс по другим альтам и по битку, то, я думаю, потянут EOS наверх. То есть у нас тут закономерно ходит. По TRX подошли тоже к уровню 0,50. Сейчас посмотрим, сколько здесь точно, чтобы не соврать. Вот 0,57,5. Вот этот уровень. Значит, может быть отскок в зону 0,07. То есть тут сейчас такой боковой диапазон с пробоями иногда ложными. Но в целом, если со стопом, то можно, ребят, тоже рассмотреть. Хотя без стопов брать нельзя. Мало он падал. То есть тут набирать, конечно. Ну, долгосрок, конечно, если брать. Но я бы сейчас не стал так рисковать. Уже лучше взять повыше, но более надежно. Хотя, я думаю, сейчас отскок мы увидим по всему крипторынку. Очень много падали. Сейчас еще об этом расскажу. Значит, по XLM, Lumen. У нас уровень далеко. 10 копеек, да. Сейчас цена в зоне 11 копеек находится. Ну, пока мало постояли. Можно, конечно, посмотреть 4-часовик, допустим. Ну, в целом, тут такой быстрый отскок. Не знаю. Я бы тут пока тоже не лез. Потому что стоп, конечно, будет. Можно поставить за эту свечу, но это такой стоп. Стоп надо ставить за нижнюю границу. Но это очень далеко. Это порядка, там, наверное, 20%, если не больше. Ну, меньше, кстати, чем где-то, перцентов 12 стоп. Но это много. Тут потенциал непонятный. Я бы тут, Lumen, так не лез. Вот Ripple. Вот интересно был Ripple. Вырос он тоже был к уровню 0.52.5. Вот мы можем это увидеть. Вот на зеркалке тут, видите, с которой был разворот, экстремальная точка. И сейчас вот мы также подошли к вот этой вот зоне. Мы его тоже смотрели. Вот здесь вот где-то 0.42, 0.41. Смотрите, вот прям вот точка, с которой был сделан перелог. Так называемый годовой. И поэтому сейчас отскочили, но уже высоко здесь лезть. То есть надо либо откат где-то, ну, вход, чтобы был где-то 42.2. И чтобы можно было стопу ставить 41. Там 41.1. Дальше Тезос у нас. Тезос, что у нас по Тезосу? Тезос сейчас там партнерство заключает разное и так далее. В принципе, неплохо. Тезос 1.42. Ну, тут тоже, ребят, смотрите, 1.42 стоп, можно 1.36. Где-то 5% достаточно нормально. И потенциал у нас 1.9. То есть где-то процентов, сколько у нас тут? 40% плюс-минус получается 60. Да, где-то 40% почти потенциал. 35. Точнее 5% 7 к 1. Нормально, да. Тут тоже можно рассмотреть со стопом ниже вот этого 0.1.37. Неплохо он стоит. Хорошее накопление. И есть понятный потенциал с нижней границы. Да, не дошел до лоу. Это понятно. И вот неплохо Тезос ставить. Тоже себе надо будет его сейчас рассмотреть. Может быть даже на покупку у нас там несколько позиций есть. Но можно и Тезос посмотреть. И что у нас по BNB. Ну BNB, ребята, это как эфир в принципе. Очень похожий график. И там были разговоры, что там на 100 долларов ведет, там на 50 долларов. Но, ребят, скорее там по капитализации он в топ-10 сейчас BNB. Они очень круто сейчас развивают вообще разные направления. BNB, поэтому я думаю, что на 100 долларов не верю. Может быть там 150, если будет, то это будет хорошо. Или 170. Но пока мы видим, что он даже на 180 долларов не идет. Он сейчас 275 долларов стоит. Ну и конечно тут стоп большой, если брать его сейчас. Можно, конечно, попробовать поставить где-то стоп сюда. За вот этот вот хвост 265. Это будет порядка там, сейчас 4, это 3,5% от текущей цены. Ну это более-менее нормально. 3,5-4% в целом нормально с потенциалом в 335. То есть потенциала у нас где-то процентов 25 получается. Плюс-минус 25%. Ну можно себя разрешить такое сделать. То есть у нас здесь вот 275, да. То есть неплохо тут смотрится. Но я говорю еще раз, зависит от битка. Вот сейчас еще биток. Посмотрим, ребят. Тут получается у нас момент был такой, что всегда, когда идет какое-то сжатие, да, и оно идет снизу и сверху, но в нижней границе, то прям здесь, конечно, очень хорошо. Все работает. Смотрите, вчера был такой как бы хвост. Уже сделали как ложный пробой, да. И задавили полностью все движение. Но видите, сегодня продолжение. Такое часто делают специально, чтобы обмануть толпу. Нарисовать, что все плохо. Поджали, все там уже продаем. А смотрите, дальше выкупают. И посмотрим, как сегодня будет закрыть. У нас тут есть еще недельный график. Недельный график пока смотрится неплохо по битку. Мне очень нравится. Вот здесь вот он стоит хорошо. Было сильное падение. Плюс, ребята, падение, чтобы вы понимали, было с 48 на 17, там, 18700. Это почти без откатов, чтобы вы понимали. Смотрите, вот. Не почти, а без откатов. То есть вот это можно считать, что это откат, это какой-то отскок технический. Видите, вон уровень был. 31,200 в данном случае. Прошу прощения. Значит, ретест снизу и потом падение. Сейчас, видите, подошли быстрым движением. Остановили. Также мы можем сказать, что у нас там, видите, ретест исторического, ну, прошлого исторического хая. Смотрите, прямо здесь и стояли. То есть прямо вот в этой точке уже стоят 4 месяца уже. Смотрите, вот первая свеча. Это было в июне месяце. Июль, август. И вот уже сентябрь почти заканчивается. И вот сейчас закрытие как раз месяца будет у нас через 2 дня. И вот важно, как месяц закроется. Вот месячный график и недельный очень важно по битку. Скорее всего, но если аномального ничего не будет завтра по S&P, то есть если его будут выкупать, то закрываем, закроемся мы выше, и закроем месяц, закроем неделю, будет шансы пойти дальше. Потому что пока идет консолидация, набор позиций. Я бы, конечно, еще рассчитывал на то, чтобы цена постояла здесь еще недельку-две. Вот это где-то к середине октября было бы хорошо, если был бы импульс. Потому что как раз где-то будет в районе 4 месяцев цена будет стоять. В прошлый раз такое было. Вот здесь вот мы порядка там стояли 4 месяца. Вот в этой точке. И если сейчас такое будет, сейчас мы это посмотрим. Вот смотрите, значит, вот здесь вот у нас было ноябрь, и выход был у нас в конце уже 1 апреля, можно сказать так. У нас был выход. То есть мы, получается, стояли как раз плюс-минус декабрь, январь, февраль и март. Больше, чем 4 месяца, 4 где-то с половиной месяца стояли. Но тогда и движение было чуть фазы другие. Поэтому сейчас как раз бы где-то еще недельки-две он постоял здесь. И тогда уже была бы достаточно большая сила накопления, чтобы пойти там, не знаю, на 32-35 пока что. Потом посмотрим, что будет дальше. Думаю, что сделают что-то такое. Типа выхода, потом еще будет такой вот расколбас. Мягко говоря, потом еще один где-то снижение будет. Может это будет быстрее немножко. И потом уже, когда перед сильным движением, ребят, всегда вот есть такая вот ситуация, что вначале вниз, а потом вверх. И либо, ребятам, может быть такое, что пойдет вверх, а потом задавит. Такое тоже может быть на перелог. Все ждали там по 10, по 12. Но, ребят, после такого, ну тут не очень сильно перепроданность. То есть цена уже летит, чтобы вы понимали. То есть такой, ну вот здесь можно было посчитать, что это отскок. А глобально мы можем сказать, что мы с марта месяца находимся в несколько полгода. Реально, уже ровно полгода, как мы вот начинаем падать вниз. То есть, ну очень сильно перепроданность. Здесь еще было падение. С этой точки-то вообще скоро год, уже будет через там полтора месяца, как это падение идет. И поэтому есть шансы на какой-то хотя бы технический откат нормальный. То есть у нас вот здесь был какой-то отскок, но это не откат, ребят. Откат нормальный, я думаю, процентов на 50, на 70 он должен вырасти. То есть где-то в район как раз 35, может тысяч, может там 33 тысячи. Посмотрим. Вот тут сильный уровень будет в районе там 31, 32. Это точно. Начиная с 29 до 32 тысяч будет очень сильное сопротивление. Посмотрим, пойдет ли он туда вообще. Ну потому что, ребят, честно скажу, если S&P не будет идти наверх, то биток тоже. То есть S&P буду заливать, то биток тоже буду заливать. Посмотрим, как будет. Сейчас ситуация такая себе. Напряженная везде там. И политическая, и экономическая и так далее. Поэтому посмотрим, как будет здесь демонстрировать себя цена. Ну, конечно, у нас уже накопление есть, но оно не такое, как должно в целом быть. Хотя и рост у нас был, ребята, не такой, как был в прошлый раз. У нас в прошлый раз движение было с 200 долларов на 20 тысяч, то есть 100 иксов. Сейчас у нас было движение с 4000 на 69, то есть там меньше 20 иксов, если так взять по факту. То есть это было приблизительно где-то 18 иксов, если так взять. Ну, это маловато. То есть маловато это движение было. Если посмотрим вот сюда-сюда, то это мало. Поэтому и снижение может быть меньше, и фаза будет быстрее вот этого накопления. Дальше посмотрим. Много сейчас развивается крипта там. В Великобритании купили, были на 30 миллиардов написали там крипты. Пока это не сильно видно. Ну, крупняк тарит, там многие кошельки, большие балансы, они тоже усредняют позицию, добираются там и так далее. Поэтому думаю, что они что-то знают. И возможно, конечно, в долгосрочной перспективе мы видим какой-то рост. Но когда это будет и как, непонятно. Ну, сейчас я рассчитываю локально хотя бы на какой-то рост в зону там 32 тысяч. Ну, я так думаю, что это в принципе нормальная цель и нормальное движение после таких вот падений. Поэтому, ребятки, кто хочет, обязательно открывайте аккаунт на Амаркетс. Хорошие тут графики, хорошее в принципе исполнение заявок. Можно спокойно в стакане себе торговать туда-сюда и зарабатывать деньги. Поэтому переходите по ссылкам ниже, регистрируйтесь. Всем отличного дня, отличного настроения и прибыльных сделок. Всем пока.